Субтитры делал DimaTorzok Добрый Клэв Дьюти Мобайл! Ведь мы уже неоднократно упоминали ее в роликах, и она как и вам, так и мне, ну прям очень зашла. Суммарный хронометраж уже сделанных мною рецензий на колду вышел ровно на час. И практически все затронутые мною аспекты игры были исключительно в положительном ключе. И мне вот стало интересно, насколько сильно колда сумела преобразиться за последние полгода, ведь судя по статистике, за это время ей по количеству загрузок удалось обогнать тот же PUBG и Fortnite. Да, как мы знаем в частых случаях цифры врут, но просто дело в том, что я и сам неоднократно сталкивался с мнением других, что сейчас в колде идут просто небывалые изменения, и собственно это я сегодня и хотел выяснить. Так что сегодня мы сделаем такой небольшой экспресс-осмотр нововведений, ведь обсасывать одно и то же, думаю, нет никакого смысла. Мы будем смотреть исключительно то, что мы еще не рассматривали ранее, и считайте этот ролик таким небольшим дополнением к моим предыдущим обзорам. Ну а также сегодня мы выясним главное, стоит ли вообще окончательно переходить в Call of Duty Mobile. Ну а перед началом... Ребят, недавно я узнал, что в ВКонтакте появилась группа, в которой бот раздает халявные девайсы и гаджеты, такие как iPhone, Sony PlayStation, часы Apple Watch и куча других разнообразных ништяков. Получить приз довольно-таки просто. Заходи в группу ВК CrazyBox, подписывайся и пиши боту слово промокод. Тебе будет выдан код, который нужно скопировать и активировать у них на сайте по ссылке ниже. Ну а после забрать свой бесплатный приз. Лично мне выпал браслет к Xiaomi за 2500 рублей, и уж такой халявы я точно нигде не встречал. Заказывай доставку полученного приза, либо же продавай его на сайте, и на эти деньги открывай уже платные коробки. Так что подписывайся, и возможно ты сможешь урвать даже новенький iPhone. Ссылку на группу я оставлю в описании. И первое, что хотелось бы отметить, так это то, что отныне в Call of Duty Mobile есть свой собственный сюжет. Так, с прошлого сезона у нас появилась небольшая история жизни одного из главных героев, а именно Саймона Гоуста Райли. Сюжет окунает нас в одно из заданий Саймона, где ему необходимо пробраться в секретную лабораторию, дабы ликвидировать главного лидера криминальной группировки. Сама история плавно переплетается с двумя предыдущими сезонами, и выполнена в качестве иллюстрации в стиле комикса. Выглядит все максимально стильно и со вкусом. И согласитесь, тут видно, что разработчики с большим трепетом отнеслись к созданию подобного ивента. Ведь они не только прописали и нарисовали целый комикс, но и перенесли главных героев истории в сам боевой пропуск. То есть теперь вы играете не за каких-то бездушных персонажей, а за настоящих героев, у которых за спиной есть целая история. Ну и раз мы подошли к боевому пропуску, то давайте и его посмотрим. Как вы могли заметить, тут у нас все кардинально поменялось. И что меня сразу же порадовало, так это то, что они наконец-то поменяли тот идиотский безвкусный интерфейс из Киберхантера. Неужели? Нынешний пропуск выглядит в разы удобнее и симпатичнее, разве что разработчики зачем-то сократили количество наград в два раза. Ведь раньше у нас было 100 уровней, а сейчас всего 50. Но хочу отметить то, что хоть награды и значительно сократились, но они стали гораздо проработаннее, нежели это было раньше. Тем самым разработчикам удалось достаточно грамотно сбалансировать количество с качеством. Также BP может порадовать и не донатеров, ведь даже в бесплатном пропуске присутствует немало стилизованных тематических скинов, так что халявщикам этот BP точно придется по душе. Кстати, насчет халявы. Лично я не заходил в игру более трех месяцев, и я просто охерел от того, сколько же на меня навалили скинов за первый вход. Знаете, это такое ощущение, как будто я пришел к бабушке в гости, которая сразу же с порога начинает угощать меня нескончаемым количеством конфет с мороженкой. И я уже такой, ну баб, ну все, я наелся, не могу уже. А она такая, внучок, давай еще мое варенье попробуешь, а? Специально для тебя готовила, твое любимое, абрикосовое. Абрикосовое? Ну давай! Халявы здесь просто уйма. Мало того, что чуть ли не после каждой катки вы будете получать новые пушки, так и еще тут знаете, что добавили? Кейсы без доната! Вы вообще когда-нибудь о таком слышали? То есть тут можно открывать кейс без каких-либо денег, а просто с помощью просмотра реклам. Да, я конечно понимаю, что для меня это две самые триггерные вещи в жизни, кейсы и рекламы, но для халявщиков это же вообще рай. Не знаю, конечно, как вы, но лично я пока нигде ничего подобного не видел. Так что определенно, Call of Duty является одной из самых щедрых игр, которые ни капли не скупится радовать и обычных игроков. Ну а теперь давайте немного поговорим и о геймплее. Начнем с того, что игра третьего лица как и была полной санины, так ею и осталась. Косячные, дерганые анимации персонажа, отвратительная физика, маневренность. Все это осталось абсолютно на том же уровне. Это просто тихий ужас. По поводу третьего лица в Call of Duty Mobile я уже неоднократно проходился в двух предыдущих роликах, но только сейчас я додумался опробовать игру от первого лица и, знаете, мне понравилось. Когда ты не наблюдаешь на постоянное дряблое тело, которое в большинстве своем случаев напоминает какую-то креветку, то геймплей сразу же начинает заигрывать с тобой новыми красками. Так что лично я рекомендую играть исключительно от первого лица, ведь именно в этом режиме классический матч становится вполне играбельным. Но сейчас не об этом, мы все-таки сюда пришли смотреть на обновления. И первое, что коснулось редизайна, так это карта. Она значительно увеличилась в своих масштабах, вследствие чего сюда добавилось немало разнообразных локаций. Изучать все новые местности мы сейчас, конечно же, не будем, это мы сделаем как-нибудь в другой раз. Все-таки у нас сегодня экспресс-ролик, а не полноценный обзор, так что свое мнение по поводу новой карты я озвучу в одном из последующих роликов. Ибо, как по мне, ее нужно сначала чуть детальнее изучить. Но это потом. Итак, помимо расширения карты, у нас также появились особые точки выгрузки топ-лута. Их можно обнаружить по вот таким выделенным областям. Как говорят разработчики, в этих локациях лут гораздо ценнее, нежели в других местах. И лично я никакой разницы не заметил. Ну а вы можете написать свое мнение в комментариях. Действительно ли в этих локациях можно найти что-то стоящее? Или же это просто ловушка Джокера? В общем, поясните. Ну и вроде бы все. Затронули самые главные аспекты нововведений. По поводу режимов дезматча и аркад, думаю, даже и не стоит упоминать. Так как их тут целая уйма. И колда всегда славилась своим разнообразием аркадных режимов. Лично мне из новых режимов больше всего понравилось нападение нежити и битвы на ножах. Так что, если что, советую годные режимы. Итак, вердикт. Как мы сегодня выяснили, за полгода колда значительно изменилась в лучшую сторону. Видно, что над проектом работают люди, которые любят то, чем они занимаются. Игра щедро награждает нас разнообразными халявными плюшками, достаточно низкими ценниками, хорошо поданным сюжетом, работой над королевской битвой, дезматчами, аркадами. Все. Это сделано на достаточно высоком уровне. Плюс после того, как я опробовал классический батл рояль от первого лица, то я даже и не знаю, зачем вообще выбирать что-то другое. Ведь здесь есть роли, перки, боссы, вертолеты. Недавно вон вообще танки добавили. Но дезматч, я еще с момента релиза говорил, что тут самый лучший дезматч среди других мобильных игр. Так что, ребят, не знаю, конечно, как вы, но я теперь точно определился с мобильной игрой, в которую засяду надолго. Ну а если на горизонте будет назревать что-то более стоящее, то я непременно сообщу вам об этом в своем телеграм-канале. Ведь там я делаю не только анонсы своих роликов, но и просто с головой погружаю вас в сводки игрового гейминга. Ссылочку на тележку вы найдете в закрепе, так что кому интересно, можете заглянуть. Ну и на этой доброй ноте будем прощаться. Если досмотрели ролик до конца, то пишите в комментариях число 1477. Посмотрим, сколько нас. Ну а на связи был S-Cube. Играйте только в хорошие игры. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok